Девушки отдыхают Смех – одна из удивительных реакций человеческого организма. Он положительно влияет на самочувствие и помогает терпеть боль. Долгое время смех считался чем-то несерьезным, не требующим объяснений, а потому и неразгаданным. Но совсем недавно появилась область науки, которая основательно занялась изучением смеха – гелатология. Когда я смеюсь вместе с кем-то, то это определяет мое единение с другим человеком. Большинство наших реакций обусловлены инстинктами, заложенными в нас еще в древности. Но смех – эмоции, в которой, кажется, нет явной биологической необходимости. Так почему же тогда мы смеемся? Когда мы встречаемся, и я улыбаюсь, я говорю, что я не опасен. Когда мы смеемся, в работу включаются около 80 мышц тела. В дыхательной системе происходит ряд спазмолитических сокращений, напоминающих конвульсии. Центральная нервная система снижает болевой порог, словно готовится к остановке сердца. Нейрофизиологи утверждают, что в секунды смеха мозг испытывает нечто похожее на маленькую смерть. Когда он проявляется, он блокирует нашу речь, он блокирует мышление, блокирует практически все наше поведение. Когда мы смеемся, если этот смех, он искренен, а смех, он, как правило, непроизвольен, мы не можем ничего делать. Мы не можем говорить, мы не можем думать. Смех – реакция врожденная, как, например, плач или зевота. И присуща она только людям. Проявление этой эмоции контролируется древнейшей структурой мозга – лимбической системы. Лимбическая система – это система из определенных подкорковых ядер, в которой происходит процесс синтеза. То есть, когда у нас поступила информация, нам надо ее собрать, грубо говоря, в единое целое. Из этого единого целого уже вычленить для анализа какой-то определенный поток информации. Там проходит оценка. Восприятие уже сработало. Дальше идет мышление, дальше идет принятие решений, дальше идет память. Чтобы запустить механизм смеха, в работу включаются и другие области мозга. Пронаблюдать, как это происходит, ученые могут при помощи энцефалографа. Мы на экране можем видеть изменения активности различных структур головного мозга. Мы параллельно с этим регистрируем за счет кардиографических электродов ритмы его сердцебиения. Для испытуемого этот эксперимент – одно удовольствие. Все, что от него требуется – хорошенько посмеяться. Прибор в это время будет фиксировать изменения активности различных структур головного мозга. На мониторе видно, какую сложную работу проделал мозг перед тем, как испытуемый засмеялся. Получив и обработав сигналы от других зон мозга, лимбическая система сформировала нужную человеческую реакцию – смех. И все это за считанные доли секунды. Когда он увидел картинку, то в первую очередь активировались зрительные структуры, то есть зрительное восприятие картинки сначала. Затем возникла активация в ассоциативных областях головного мозга. Произошла взаимосвязь, сопоставление картинки с ожидаемой. И, вероятно, это вызвало и смех испытуемого. Мозг, что смешно, что не смешно, он не знает. Он более такой серьезный, скупой и цифровой, что ли. Он анализирует то, насколько соответствует это контексту, в котором это произошло, или не соответствует. Если это выходит за рамки контекста, но не опасно, не представляет какой-то критической ошибки, он может оценить по научению, которое было пройдено раньше, что это смешно. Лимбическая система присутствует и в мозге млекопитающих, в том числе и крыс. Но когда крысы не может сопоставить ожидаемое с тем, что происходит на самом деле, она не смеется. Не потому, что не умеет этого делать. Просто мозг выдает реакцию, противоположную человеческой. Отрицательное эмоциональное состояние, которое мы можем вызывать у крыс при помощи электрокожных раздражений, отражается в первую очередь в активности различных структур головного мозга. Уже через минуту после начала раздражающего воздействия подопытная крыса начинает ощущать тревогу. Признак появления стресса – частое умывание. Вскоре паника животного перерастает в агрессию. На мониторе видно – в моменты агрессивного поведения у крысы возбуждается именно лимбическая структура мозга. Процесс рассогласования между ожидаемым и получаемым в результате вызывает отрицательное эмоциональное состояние. Тем более, если оно длится долго и чрезмерно сильное, то может возникать вплоть до агрессии у животного. Выходит, что с точки зрения биологии человеческий смех произошел из агрессии. Убедиться в этом можно, наблюдая за нашими ближайшими родственниками – обезьянами. Они – единственные на Земле существа, которые умеют проявлять эмоции, напоминающие человеческие. А вот та самка, она сейчас с детенышем, она вполне довольна, и у нее вот такая полуулыбка. Обезьяны обладают богатой мимикой по сравнению с другими животными. Наблюдая за ними, ученые обнаружили у приматов два типа улыбок. Нижняя челюсть опущена, видны все зубы, уголки рта оттянуты назад. Такая мимика возникает, когда обезьяна развлекается найденной вещицей или занимается с потомством. Улыбка у орангутанов совершенно явно связана с проявлением положительных эмоций, если им что-то явно нравится. Если они с удовольствием ухаживают за своим ребенком, ребенок хорошо себя чувствует, у них на лице появляется вот такая вот полуулыбка. Они могут радоваться какой-то игрушке, которую им дали. Другой тип улыбки никакого отношения к положительным эмоциям не имеет. Ее называют маской страха. Орангутан показывает клыки, а уголки рта и глаз подняты. При этом он даже издает грубые звуки, напоминающие человеческое ха-ха. Такой псевдосмех демонстрирует ярость, страх или подчинение. Сильдой оскал у обезьян означает выраженную агрессию, готовность напасть. Если человек подойдет к клетке обезьян, особенно если это узкая и тесная клетка, то обезьяна тоже напряженно ответит таким оскалам. Они стремятся к тому, чтобы драк и нанесение друг другу вичев избежать. Они стремятся все решить мирным образом. И только показывая друг другу намерения к агрессии, они уже говорят, что давай разойдемся мирно. Впервые на схожесть мимики смеющегося человека и агрессивно настроенной обезьяны обратил внимание Чарльз Дарвин. Он пришел к выводу, что хищный оскал и есть исток привычной нам радостной эмоции. Изначально смех носил функцию биологическую, вот демонстрацию скорее агрессии. А потом путем ритуализации смех может выражать два, по сути дела, полюса одного и того же. Это либо страх, либо агрессия. Демонстрация такой угрозы без ее выполнения может говорить о том, что я к тебе благодушно отношусь, я мог бы применить к тебе силу, физическую силу, но я этого не делаю. Из агрессии смех превратился в ритуал взаимного подпадривания, примирения и расслабления. Подобно социальному грумингу, вычесыванию и поглаживанию у животных, смех стал таким, как сегодня, знаком дружелюбия и радости. Но если внимательно посмотреть на смеющегося человека, можно увидеть в нем все признаки первобытной агрессии. Судорожное движение тела – это сокращение мышц для боевой схватки, звуки хохота, выкрики, устрашения и победы. А улыбка демонстрирует зубы, предупреждая оппонента о возможности укуса. Смех в современном виде, да, как вы сейчас сказали, как мы его понимаем, это все-таки отголосок нашего давнего прошлого. И, в частности, например, вот одна из теорий как раз говорит о том, что в основе смеха первоначально лежали какие-то инстинктивные составляющие, связанные с проявлением агрессии. Способность отличить истинную агрессию от ее условной игровой формы заложена в наш мозг ради выживания. Но за миллионы лет мы научились маскировать свои истинные намерения. Современный смех имеет десятки оттенков. Ученые выявили 18 различных типов улыбки, и только один из них связан с подлинным весельем. В психологии деловых переговоров часто очень советуют, когда мы с кем-то разговариваем, улыбаться, не демонстрируя зубы. Да, почему? Именно потому, что демонстрация зубов будет являться выражением агрессии. Сможете ли вы, мельком увидев улыбающегося человека, оценить его истинные намерения? Гелатологи задались этим вопросом, чтобы подтвердить. Смех – результат трансформации агрессивных сигналов. На фотографиях одни и те же люди, но улыбаются они по-разному. На одних снимках – доброжелательно, на других – коварная и злорадная ухмылка, зловещий оскал. Во время эксперимента картинки сменяют друг друга со скоростью меньше секунды. Задача специалиста – отметить изображение с одинаковыми эмоциями. Я определила для себя несколько фотографий, которые обладают очень сходными чертами. Люди разные по-разному улыбаются, но это очень сходные фотографии. При быстром пролистывании, при более детальном, начинаешь понимать нюансы, что это не так. При беглом просмотре добрая улыбка или злая ухмылка практически не отличаются друг от друга. Причина проста – при проявлении этих эмоций работают одни и те же мышцы. Здесь, по-моему, совершенно очевидно. Это ситуация улыбки, искреннего смеха. То есть здесь можно сказать однозначно. А вот здесь, опять же, такое любопытное выражение лица. Показ, демонстрация зубов – вот на это основной акцент. И это можно дифференцировать, наверное, в большей степени, как, ну, такую специфически завуалированную угрозу. Хотя вроде бы человек улыбается. Отголоски агрессивности скрыты и в самом чувстве юмора. Поэтому для специалистов по смеху – гелотологов – выступление клоунов на арене цирка – предмет для серьезных исследований. Не, ну, когда клоун там падает, такой, тогда смеются. Всегда весело, когда кому-то больно. Разве это не проявление жестокости? Хохотать над неудачами другого, даже если они выдуманы. За нашей легкомысленностью скрыты серьезные психологические мотивы. Согласно одной теории, причина смеха скрыта в чувстве превосходства над объектом насмешки. Принижая другого, мы словно повышаем собственный социальный статус. Тем самым защищаем себя на подсознательном уровне. Есть такое понятие, опять же, в эволюционной психологии используется как смех висельника. Это нечто такое, когда ситуация до такой степени комична, она может быть абсурдна, но связанная с тем, что произошло что-то такое неприятное, когда это другого унизило. Это произошло не со мной. Мое слабое «я» в этом случае, оно защищается, потому что это с кем-то случилось. Я над этим посмеялся. Для меня нет никакой угрозы сейчас. Я смеюсь над другим. Согласно второй теории, такая реакция позволяет пережить неприятные эмоции в безопасной обстановке. Зрители смеются от радости, что беда мнимая. На самом деле клоуну не больно. Напугать не всерьез – вот принцип защитной функции смеха. Вы видите, есть самолетик падения. Так он переживает за падение, что он верит, что это падает самолет с людьми. Там 160 человек сидит, сейчас погибнет. Нет, нет, нет. А потом, когда он выходит с этого пике, будут аплодисменты. В каком-то смысле мы зависим от положительных эмоций. Мы зависим от постоянного, скажем так, самого возбуждения этих центров удовольствия. А то, что делает организму хорошо, то ему нравится. Какой бы ни была причина радостных эмоций, организм получает от них только пользу. Даже если это смех без причины. Центр смехотерапии. Сюда приходят, чтобы от души посмеяться. Смех здесь считают лекарством. Нам для начала нужно хорошо расслабиться. И сейчас мы начнем с первого базового элемента. Называться он будет тишина. Вы можете заметить, что вы сами становитесь в внутренней тиши. Давайте попробуем. Тишина. Задания просты. Дыхательные упражнения чередуются с небольшими нагрузками на позвоночник, руки и ноги. Таким образом сменяются мышечные напряжения. И когда человек входит в состояние глубокого покоя, приходит смех. Неожиданно, без усилий, естественно и просто. Это мы сейчас смеем. Смех. Для тех, кто здесь впервые, самое непростое научиться отключать сознание и хохотать без видимой причины. Результат поразительный. Нет прежней усталости. Проблемы кажутся не такими серьезными. Тем, кто был в депрессии, снова хочется жить полной жизнью. У нас всегда есть выбор рассмеяться и расплакаться. Это очень сложный выбор. И, видимо, эта положительная волна, она перекрывает их личные переживания и в каком-то смысле выводит их с мертвой точки, в которой они находились. Смех не просто поднимает настроение. Самая несерьезная реакция нашего организма имеет самые серьезные последствия. Центр эмоций, лимбическая структура мозга, отвечает не только за чувства, но и за химические реакции, происходящие в организме. Поэтому психические процессы напрямую влияют на состояние нашего здоровья. В этом состоянии выделяется определенная группа веществ, которые синтезируются в центральной нервной системе и попадают в кровь. Причем эти субстраты в процессе эволюции организовывались для того, чтобы снять болевые чувствительности, какие-то отрицательные эмоциональные состояния. То есть смех запускает в работу мощный механизм восстановления организма. Почему и как это происходит, выясняют специалисты по психо-нейроиммунологии, научной дисциплине, которой не исполнилось еще и десятки лет. Найти ответы им помогут спортсмены, люди, которые постоянно испытывают стрессовые нагрузки. Во время борьбы в теле спортсменов происходят большие изменения. Учащается пульс, растет частота сердечных сокращений, меняется гормональный баланс. Чем дольше идет бой, тем сильнее эти сдвиги. После поединков борцы проходят медицинское обследование. Врачи определяют степень усталости спортсменов на уровне физиологии. Тест ПВЦ-170 говорит об общей физической работоспособности спортсмена. И она определяется по показателям частоты сердечных сокращений и по увеличению этой частоты в ответ на конкретно заданную нагрузку. Пульс и сердечный ритм говорят о почти одинаковой степени утомления у обоих борцов. Максимальные значения пульса достаточно близкие были у спортсменов. У первого это были цифры 157 в минуту, у второго 163. Об усталости после боя свидетельствует и главный показатель – уровень кортизола в крови. Во время стресса количество этого гормона резко повышается, и он может нанести организму непоправимый вред. Кортизол рассматривается как гормон стресса, как гормон катаболизма, то есть повреждения в определенной степени. Кортизол у спортсменов, его увеличение может быть значительное, которое свидетельствует о том, что процессы разрушительные превалируют над восстановительными процессами в организме. Теперь спортсмены могут отдохнуть, но по-разному. Один расслабляется в кресле, другой отдыхает за просмотром комедий. На это им отведено 3 часа. Когда испытуемый смеется, в его организме вырабатываются активные вещества. Большинство из них являются нейромедиаторами, то есть проводниками электрических импульсов между клетками и органами. Один из них, так называемый гормон хорошего настроения, серотонин, положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. Чем выше уровень другого медиатора, дофамина, тем ярче ощущение. Они создают энергетический компонент эмоционального положительного состояния и включаются в общий такой биохимический обмен, для того, чтобы поддерживать вот это положительное состояние. Отдых окончен, и спортсмены заново проходят медицинское обследование. Теперь врачи выяснят, кто отдохнул лучше. После отдыха с просмотром видео мы видим полное восстановление и частоты сердечных сокращений, и показатели вариабельности. То есть фактически это привело к достаточно хорошему восстановлению. Тренажер на определение работоспособности также показал. Спортсмен, который смеялся, готов к новым тренировкам. А вот его соперник пока нет. В отличие от него, у второго спортсмена больше прирост пульса был на нагрузку и более медленное восстановление. То есть видно было, что после предыдущих тренировочных нагрузок спортсмен еще не восстановился. А теперь самое важное исследование. Забор крови на наличие в ней вредного гормона кортизола. Если концентрация упала, значит спортсмен отдохнул. Если нет, стресс продолжает разрушать организм. У первого спортсмена 385 наномоль на литр, и у второго 517. При том, что верхняя граница нормы это 600 наномоль на литр. То есть на порядок выше. Этот эксперимент наглядно показал, что вещества, которые синтезируются в организме во время смеха, помогают ему самоисцелиться. Гелатологи утверждают, даже имитация улыбки, притворное растягивание лицевых мышц дает положительный эффект. При обычном смехе мозг отправляет сигналы к мышцам и запускает биохимические реакции. Здесь же происходит обратная реакция от мышц к нейронам мозга. Когда реально человек смеется, то здесь есть некая синхронизация ритмов, деятельности многих органов и тканей. На основе биологически активных веществ уже сегодня создают антидепрессанты и обезболивающие. Иммуномодуляторы и психостимуляторы, улучшающие работоспособность и эмоциональный настрой. Сейчас крыса исследует открытое поле, делает стойки. Это говорит о том, что ей интересно, где она. Это один из многочисленных экспериментов, доказывающий влияние биохимии на поведение. Специалист создает животному неуютные условия. Яркий свет повышает уровень тревожности у крыс. Сейчас мы посмотрим реакцию этой крысы на запах хищника. Одним из самых страшных хищников для крысы является кошка. Почувствовав неприятный запах, крыса замирает. Потенциальная опасность вызвала у нее даже не стресс, а шок. Вывести животное из такого состояния поможет химический препарат по составу напоминающие вещества, выделяющиеся в организме смеющегося человека. Всего минута, и животное уже не чувствует угрозы. Эта крыса сразу начала исследовать тест. С большим интересом изучает всю площадь арены. В результате хронического введения вот этого пептидного препарата у животного снизился уровень тревожности. Она стала себя вести активнее в тесте. Ни крыса, ни человек не могут пребывать в состоянии радости долго. Срок жизни биохимических веществ, связанных с удовольствием и смехом, минуты. Действия искусственных препаратов, созданных на их основе, тоже быстротечны. Единственный эффективный способ поддерживать организм в тонусе – почаще смеяться. Смех делает человека беззащитным, но беззащитность есть другая сторона. Беззащитность – это максимальная открытость. То есть, когда человек ничего не боится, он открыт. Он и готов к восприятию и других людей, и информации, и всего, чего угодно. Поэтому, по большому счету, смех, он открывает возможность для коммуницирования. Если мы с вами вместе сидим и смеемся, и это смешно нам обоим, то получается ситуация такая, что у нас находится много общего, потому что мы смеемся над одним. Понимаете? То есть, мы открываемся друг к другу за счет смеха, потому что мы не испытываем страха. Мы знаем о смехе далеко не все. Пока что он остается загадкой. Но сегодня ученые уверены – смех – это мощный механизм, защищающий наше тело от болезней, а сознание – от чрезмерных потрясений. Пока мы смеемся, мы вновь становимся детьми. Отметаем условности и запреты. Понимаем друг друга без слов, как миллионы лет назад, когда не было речи, но уже был смех. СМЕХ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова